Илья Эль. Пожалуй, лучшие пивные обзоры. Всем привет, дамы и господа. И как вы поняли, сегодня наконец-то пивной обзор. Но, я бы сказал менее, он скорее более пояснительный. Что вообще происходит, почему с канала пропадают последние видосы. В этом году было снято очень много, в месяц где-то по два. И сейчас вы практически не найдете ни одного обзора. Сейчас поясню, почему и какое пиво мы сегодня обозреваем. Хотя, об этом вы уже могли догадаться по местоположению, где я сегодня, собственно, нахожусь. Да-да-да, я не дома, это у нас датствуйте с Матсом Никельсоном. Ну, вы поняли. Так вот, а теперь, почему пропадают обзоры. Значит, летом, в начале лета, я составлял подбор лучших баклашек на тот момент. И весной это был однозначно белый медведь, зелененький, обычный, светлый, был балдежным. Потом, летом, я его взял, все четыре баклашки оказались отвратительными. Что-то я не понял. Потом, уже позже, я нахваливал Туборг Грин, который тоже, в котором я тоже потом разочаровался. Ну, я просто разочаровался в Туборге Грине, да, в баклашках. Но он не испортился, он просто остался водой. И до этого, и помимо белого медведя, я нахваливал еще Амстелл, тоже баклашечное. Оно тоже испортилось. Сегодня я пью Карлберг, на который я не снимал обзор, но который недавно я осветил своим реальным друзьям, как хорошее пиво. И сегодня вот я его взял, и давайте даже дополню бокал, для полной ясности и цвета, так сказать, консистенции. Эта бутылка свежеоткрытая. Я только что домой пришел. Только что ее открыл, только что пришел. Стакан выдал, вот наливаю. Вы понимаете, бутылка не стояла долго открытой. И пены ноль. Даже когда вот я специально сейчас не аккуратно наливал, вы заметили, не по краю, пена не появилась. Вообще. Но тут еще я придумал красивую историю, как вообще оправдать косяк этого Карлсберга. Значит, где-то две недели назад, три недели назад я брал его. Нет, даже месяц. А, нет. Месяц назад брал. Было балдежно. Прямо было похоже на пиво. Ну, на офигенный лагерь, так скажем, хлебненький. Потом, через две недели я взял в пятерки, оказалось все просроченное. Ну, заметил только дома. Сегодня, когда вот набирал, оно у них опять стояло все просроченное. Ну, больше половины просроченное. То есть, вот это вот, это подходит уже у этого окончания срока 20 ноября. Сегодня у нас 18-е. А там уже стоит очень много бутылок, которые просрочены были 5 ноября. И я не путаю, потому что там сразу стоит две даты. Дата производства и дата окончания срока. То есть, я не попутал. То есть, я пиздатый, но не бездатый. Блять, зачем искал? Кринж. Ладно. Так вот. Что произошло? Когда я месяц назад брал, оно было, как лагерочек, я же сказал. А сегодня взял и вот пью его. Сейчас клоточку сделаем. Очень сладкое. Спасибо, что без полыни, как это у Балтики обычно бывает в семерке. Очень сладкое. Но сейчас начнутся такие полурофельные плюсы пива. Конечно, рофельные, потому что оно неуносимо сладкое. Но вы уже заметили то, что на цвет оно как красный эль. Ну, ред эль. И оно на вкус тягучее. Да. То есть, спасибо. Спасибо. Датствуйте там, да. Точнее, Балтики. Балтика производит. Сейчас мы глянем. Пивзавод Ярпиво. Ну, это Балтика. Конечно, Балтика. Господи, конечно, Балтика. Огромное спасибо, что это не моча, как кружечка чешского. Которая просто вода, да. Вот с какой-то имитацией пива. Это по консистенции. Очень плотное. И по цвету получается, и по консистенции такой прикол, как будто эль. Не было бы оно сладким, это было бы охуительно. Но, когда по акции, вот за 99 рублей, литр 35. И хуй с ним, блядь. Спасибо, что не вода. Лучше такое вот сладкое, но плотное. И практически без пены. То есть без газации. То есть реально как эль. В эле очень мало газации. В отличие от лагеря обычного. И вообще других видов. Вот так вот. Прикиньте. Ё-моё. За ваше здоровье. С чего я начинал-то? Почему пропадают видосы? Потому что, как портится пиво, которое я советовал, я сразу же удаляю это видео, чтобы не получилось такого, что случайно человек посмотрел старое видео, в котором я нахваливаю, например, там, 3 года назад я очень хвалил золотую бочку, выдержанное, крепкое, которое. Оно было прямо хлебное, охуенное было. А потом стало невероятной мочой. Ой, не мочой, а горьким, отвратительным пойлом. Я удалил видео, чтобы такого не было, что человек видит такое хвалебное что-то и идёт покупать. И потом обламывается. И он вспоминает меня, что это я ему насоветовал. Поэтому я видосы удаляю. Так, по-моему, не делает никто из пиво-бзорщиков вообще. То есть им там нужны просмотры, там, лайки, там, хуяки, там, комментарии. Нет. Я просто как блогер, который алкаш, который обожает пиво, и который выпил очень много пива. Раньше канал специализировался только на крепком, теперь-то вообще на всех видах пиваса. Вот. Лайки мне не нужны, просмотры мне не нужны. Просто хочу доносить до людей, когда появляется что-то хорошее, из дешёвого. То есть я ни в коем случае не буду оценивать дорогое пиво и говорить вам, какое купить из дорогих. Этого никогда не будет. Цель канала выискивать из самого низшего что-то хорошее. Так изначально был канал, потом он немножко скатывался, потом он удалялся вообще с концами. Но концепция, в общем, вернулась. За концепцию! М-м-м-м. Ой. Себя не снимаю, потому что что-то с прогулки вернулся вообще потненькие прям. Поэтому сейчас голенький сижу. Не стоит сейчас себя снимать. И на улице похоже. Это жарко стало что-то как-то. Вот так вот. Все. Берегите себя. Играйте в футбол. Как говорится, кстати, там сборная России очень знатно сейчас проебывает сербам. После первого тайма уже счет был 4-0. Закончится, может, там вообще черная чем, да и похуй. Это Лига Наций. На Лигу Наций вообще похуй. На сборную в принципе тоже похуй. У меня только Юве, Форсо Люве. Как вы заметили, Юве. Юве. Что там? Гранде Аморе. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну вы поняли. Типа Диму пою на итальянском. Попивая датское пиво. Ха-ха-ха. И е. В общем, ладно, все, что-то я заговорился уже. Что сказал? А! Это как не обзор, просто самые мои любимые чипсы на данный момент. Прингл Скраб. Если кому-то в принципе нравятся крабовые чипсы, там те же Лейс с крабом или там русская картошка с крабом, да, попробуйте как-нибудь по акции Прингл Скрабом. Когда за 100 рублей это можно брать, за 200 рублей конечно нет. Короче, я не особо любитель краба, но оказалось, что Прингл Скраб самые вкусные, вкусные, искусные, вкусные из тех, что я пробовал с крабом. Все, все, хватит, все, хватит уже, много лишней информации. Будет ли перед новым годом еще обзоры, да постараюсь, просто беру одно и то же, ни хуя хорошего нет. А снимать негативные обзоры, да зачем? Точнее, тоже не на что, потому что попадается говно из старого, из того и так, что все пьют и так понимаешь, говно. Поэтому, что-то еще ругаться, а ругаться ради блогинга. Ну, я же не блогер, я же вам не Русланчику садчу, в конце концов. Хотя, всем пока, пам-пам! Продолжение следует...